Белок 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 Затем систематизация, статистический анализ и графическое отображение результатов. Подробная характеристика пациентов представлена в таблице 1. Все пациенты получали лучевое лечение в отделении радиотерапии Института онкологии имени Петрова. Стереотоксическая лучевая терапия проводилась на линейном ускорителе электронов на вале СТХ. Распределение пациентов по дозованным группам происходило с учетом эквивалентной дозы IQD2, менее 106 и более 106 грей. У каждого пациента проводилось облучение от 1 до 3 метастатических очагов. Для определения PD-L1 экспрессии был использован морфологический материал. Это был или первичный опухоль, или метастаз, который был получен до проведения стереотоксической лучевой терапии. Определение экспрессии проводилось с помощью набора 2023 платформа DACA. Пациенты распределялись с учетом индексов Combined Positive Score CPS и Tumor Proportion Score TPS. Об этом тоже скажу чуть позже более подробно. Оценка иммунологических показателей проводилась с трех контрольных точек, то есть до начала лечения, через 3-4 недели после радиотерапии, через 6-8 недель после завершения лучевого воздействия. Значит, анализ содержания основных популяций и субпопуляции лимфоцитов проводили с помощью метода проточной цитометрии, на цитофлюориметрии FACS-CANTA-2. На данном слайде представлен результат определения экспрессии PD-L1 в морфологическом материале пациентов. Так, значит, по заявленным группам при использовании индекса CPS положительная экспрессия установлена у 9 пациентов, отрицательная у 12, при использовании индекса TPS у 15 пациентов выявлена негативная экспрессия, у 6 пациентов позитивная экспрессия PD-L1. Итак, что же мы получили? На данном слайде мы можем видеть повышение, статистически значимое повышение активированных тех-хелперов через 3-4 недели и через 6-8 недель в группе с негативной экспрессией CPS, при этом в сравниваемой группе с позитивной экспрессией изменения показателей мы можем видеть только через 6-8 недель. При исследовании активированности токсических Т-лимфоцитов мы также, в середине слайда, мы также можем видеть статистически значимые изменения в обоих контрольных точках, то есть через 3-4 недели и через 6-8 недель после завершения лучевого воздействия, чего не наблюдается в группе с позитивной экспрессией. Кроме того, мы зафиксировали статистически значимое повышение общего количества Т-лимфоцитов и общего количества Т-хелперов через 3-4 недели после завершения середоксической лучевой терапии, но на данном слайде мы решили представить наиболее показательные графики. И что интересно, как вы можете видеть вправо вверху на слайде, здесь отмечены Т-регуляторные лимфоциты, и тенденция, безусловно, наблюдается в обоих группах, однако статистически значимые изменения мы получили при исследовании показателей в группе с позитивной экспрессией PD-L1 по индексу CPS. Далее, что у нас получилось при исследовании показателей по индексу Tumor Positive Score. То есть в данной ситуации наибольшее количество статистически значимых изменений было зафиксировано именно в группе с негативной экспрессией. То есть на данном слайде вы можете видеть повышение активированных Т-хелперов, активированных сытоксических лимфоцитов через 3-4, через 6-8 недель после лучевого воздействия в сравнении с исследованием до облучения именно в группе с негативной экспрессией. Кроме того, мы в этой же группе с негативной экспрессией можем наблюдать снижение статистически значимых регуляторных лимфоцитов через 3-4 недели после радиотерапии в сравнении с исследованием до облучения, также именно в группе с негативной экспрессией. И хотелось бы представить вашему вниманию один клинический пример, который также позволяет говорить о синергизме высокодозных лучевых методов и иммунотерапевтических воздействий. Итак, это пациентка 65-летняя саркома из-за брюшинного пространства, которая получила комплексное лечение хирургическое, дальше была попытка химиотерапии, то есть максимально пациентка получила 4 курса с максимальным эффектом стабилизации, и после того, как пациентке облучили один из метастатических очагов, она получала лечение дендритоноклеточными вакцинами в условиях отдела онкоиммунологии нашего центра. И что же мы видим? На данном слайде представлен план лучевого лечения пациента перед проведением псиротоксической лучевой терапии. Что мы видим в динамике? Мы видим уменьшение как облученного очага в восьмом сегменте печени, так и регресс не облученного очага в С2. У вас может возникнуть вопрос, почему не облучали два очага сразу. Дело в том, что метастаз в втором сегменте печени был близко расположен к газовому пузырю желудка, что не позволило подвести радикальную дозу к этому метастазу. И, подводя итоги нашей работе, хочется сказать то, что в результате нашего исследования большинство статистически значимых изменений и активацию токлеточного иммунного ответа мы зафиксировали именно в группе с негативной экспрессией. И в первую очередь при исследовании индекса СПС это наблюдалось за счет увеличения активированных Т-хелперов, активированности токсических Т-лимфоцитов, общего количества Т-лимфоцитов от Т-хелперов. Но, безусловно, интересен факт того, что снижались регуляторные лимфоциты-супрессоры в группе с положительной экспрессией СПС более одного. Ну, как вы могли видеть на слайде, при использовании индекса тумор позитив скор, большинство, значит, изменений происходило также в группе с негативной экспрессией. Что хочется сказать в заключении? Конечно, иммунотерапия, она является эффективной опцией у пациентов с положительной экспрессией ПДЛ. Значит, но при этом порой бывает так, что эффект анти-ПД-1 препаратов даже у этих пациентов является недостаточно продолжительным. В случае же, когда экспрессии этого нет, да, ПДЛ-1, то, в принципе, иммуно-онкологические препараты применяются реже. Что же из этого следует? То, что мы должны искать дополнительные какие-то комбинированные подходы, да, и, в общем-то, и был посвящен этот доклад именно этим комбинированным стратегиям. То есть, если мы будем ссылаться на ряд проспективных, да, рандомизированных исследований, то сочетанное применение стереотоксической лучевой терапии и иммуно-препаратов, оно достоверно увеличивает показатель, ну, в первую очередь, безрецидивной выживаемости. В данном случае, ну, такое основное приоритетное исследование, это Пембро-РТ, где исследовалось сочетанное применение стереотоксической лучевой терапии и иммуно-онкологических препаратов. Значит, но хочется отметить и следующее. По данным некоторых авторов, так, Брин и соавторы работы 2020 года, значит, они говорят о том, что как раз применение стереотоксической лучевой терапии наиболее привлекательно видится как раз в группе с негативной экспрессией PD-L1, чтобы активировать и, как бы, запустить заново, да, вот эту потенциальную чувствительность к иммуно-онкологическим препаратам. И довольно любопытная работа наших китайских коллег Лиа и соавторы работы 2019 года, которые изучали применение стереотоксической лучевой терапии и анти-PDI-1 препаратов у пациента с метастатической холанги карциномой, значит, при этом у пациента был негативный статус PD-L и низкая мутационная нагрузка, и, ну, это была работа в виде кейса, и был зафиксирован хороший эффект, да, то есть частичный регресс при применении вот такого сочетанного подхода. Поэтому, безусловно, те исследования, которые, значит, проводятся, проводятся в отделе онкоиммунологии совместно с коллегами из отделения радиотерапии, они, безусловно, должны продолжаться дальше для того, чтобы более полно и качественно узнать, какие же изменения происходят на фоне вот таких высокодозных режимов. И в завершение хотелось бы поблагодарить Ирину Александровну Балдуеву и весь отдел онкоиммунологии за помощь в подготовке этой работы Сергея Николаевича Новикова и коллег из отделения радиотерапии, и Анну Сергеевну Артемьеву, и патологоанатомическое отделение за то, что нынешняя работа, которая, с результатами которой я выступил сегодня для научного сообщества была озвучена. Спасибо за внимание. Продолжение следует...